МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Беларуси 21-я година. Распочинаем объекты уголовно-информационное выдание Белсату. Про основные новины гэтой пятницы расскажу вам я, Юлия Лабанова. Добрый вечер. 25 годов беларусской конституции. Ци выполняют основный закон. У нас конституция не для народа, к сожалению. Конституцию надо придерживаться 1994 года. Ту самую, которая нам необходима. Черговый фейк про Лукашенко. Мы можем затыкнуться с тем, что будут показаны те самые хростные батики, которые уже сняты на российском телебачене. Отказ российских медиа на белорусские заходы инфобеспеки. Что вы робите? Что вы робите? Супрацил капитальному ремонту. Тут куча нюансов. И уменьшается жилая площадь, которую мы не подозревали. Лукашенко собрался в отставку. Дверджается, что Лукашенко постановил сыстил отставку. Канал належит одному с керавников российского информационного агентства ТАСС. Думаю, что есть люди, которые просто забавляются таким шином. Но есть люди, которые так тузуют за вуз и показывают, что давайте поразмавляем на этот конт, а может быть это Махшима. А для вот таких ресурсов, то это лучше показать, что человек бывает смертен и сейчас раптовно смертен. А тут еще и дипломатичное пикирование на таким фоне. Амбасадер России в Беларуси Михаил Бабич поскарзился на недостатковое имкнение Менску до интеграции. Белорусское ж Министерство замежных справов сегодня отказало, что Бабич, цитата, «не разумея розницы помеж федеральной округой и незалежной державой». Амбасадер Рашуча заявил, что это все болботня. Вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. Именно витаге таких катаклизмов имкнется по сбегче кировництва краины перед выборчими кампаниями, которые, худшей за все, отбудутся селета. А тут еще и проблемы в политических стосунках со стратегическим партнером. Мы ведем публичные заявы с боку уладов России, тот же, так бы, меморандум, ультиматум Медведева. Але, махчима, что здесь еще глубей, махчима, есть еще больше истотные потребования, чекания российского боку. А лятое ультиматумы российской вертикали. По водле шерогу опытанню, рейтинг доверия до Лукашенко в аусходней части союзной державы может сягать 60%. Имидж моцного лидера у деяния. Мне кажется, это самый умный президент, которых я наблюдала. Говорят, Беларуси, потому что жить хорошо. Настоящий мужик. Характер твердый, заботится о людях, о своей стране. Вроде бы нормальный так человек с Россией не конфликтует, более-менее живем. Что за страну свою стоит? Ну, пока сохраняет, не дает ее разграбить. За это уважаю. Махчима, для разбурения подобного в образу, як внутри, гэтак и по замежаме России, суседние меди регулярно проводят однысловые информационные операции. Мы можем затыкнуться с тем, что будут показаны те самые хрослые батьки, которые уже сняты на российском телебачении. По-другому, мы можем затыкнуться с тем, что активно почти обмерковывается ситуация. А было бы классно, как повели российские рубили в Беларуси. Есть группа в социальных сетках, которые схильны поддерживать такого кшталта лозунги. А для обороны властной информационной просторы, ничто не может заборонить владам Беларуси корыстаться своим любимым инструментом – рубильником. Прытыскать, а даже за всем блоковать, каналы расповсюду все невыгодные для керавництва краины информации. И хоть Кремль при допомозе штатных и пазаштатных пропагандистов, где даже высокопоставленных чиновников, спробует заступить дорогу владам Беларуси, а и чинное керавництво от своего маршрута отхиляться не собирается. Змитрий Мицкевич, Белсад. Переести из мажоритарных выборов до голосования за список политических партий. Такую идею огучил один из авторов современной Конституции, был и старшин Конституционного суда Рыгор Василевич. Упевнен, что наша Конституция позволяет проводить выборы не только по воде мажоритарной, а и пропорционной, по-для партийных списов, смешанной системы. Восе варто поспробовать, хоть бы для початку, пропорционную або смешанную систему на областном узровне. У интервью информационному агентству Белта Рыгор Василевич таксама выказался за проведение у Беларуси местовых референдумов. Пропановать зменить Конституцию и выборчую систему, представники улада огучивают уже о цягом года. Чиновники супраць безпрацовни и хатни госпадыни. На 1000 рублей або 500 долларов Мария Тарасенко оценила моральные страты, якие ее и нанесли, записавши у дармаеды. Про первый, после выхода декрета номер один, суд с комиссии сприяния занятости, расповеде Ирина Дорофичук. Меня это очень сильно унизило, меня это обурило, это куча эмоций, не самых хороших. Первый процесс хатни госпадыни – супраддержавы. У судья чугуночного района Гомля распачался суд, поводля пазову Марии Тарасенко, дагедок званой дармаедовской комиссии, якая занесла ее в базу незанятых у экономицы. Пазовница потребует компенсации моральной шкоды. Я требую, чтобы соблюдали мои конституционные права. Право на труд, право, не обязанность. Я не нуждаюсь в данный момент в занятости. Я занимаюсь семьей, я занимаюсь домом, у меня работы хватает. Гроши у семьи Тарасенко зарабляет муж. Жанчина займается хатнею господаркой, и на яе оформленная их на акватера. К тому, со студеней, как дармаедкой, она мает подвышенный тариф на горячую воду. А при конце года дорожайшее станет для яе и отяплением. Я зрозумела, что вот этот термин, не занятый в экономице, и он притягнутый за уши кожных гражданин нашей краины, який живет на этой территории, и он прямая, как раз таки, удел в экономице, про сплату узкосных податков. Улады Беларуси наличили 425 тысяч граждан, которые отрапляют под деяние декрету об сприянии занятости насильництва. 54 тысячи дармаедов отчуют его деяние на себе не в забаве, каля отримают жировки. Стольки у Беларуси беспрацовных уласников-кватеров. Подтримать Марию Тарасенко у суд пришли каля полсотни гомельцев. У суде навык не знайшлося залы, якая зместила б охватных. Для людей вельми важно отшувать почуть все плеча. И навык, каля зараз сегодня тут у суде у працовный день будет только 30 человек, это не значит, что за нами не стоят тысячи людей, які так само не задоволены этим декретом, які зараз працуют в Беларуси. Тимария Тарасенко одина, якого абурая, що держава называє людей дармаедами. Дармаедам всегда быть обидно, особенно, коли ти знаєш, що це не так. Це не завісяще від мене обстоятельства. Якщо в такі обстоятельства попадає людина, то, конечно, може бути обидно. Це, в общем-то, несправедливо. Все, що я можу вам сказати. Вось тільки змагаться з несправедливостю готовы далеко не кожны. Якщо б сьогодні здесь прийшло не 20-30-40 человек, а 200-500 или 1000, і вся була площадь здесь занята, і це здання від нашого возмущення шаталося, то от этого безобразия б не було. Виник спречки по між Марії Тарасенкой і комісії у сприянні занятості насильництва до комітетом прац і занятості і соціяльні оборони Абл-Виканкаму буде відомо на наступному тыдні. Поседження призначили на понеделок. Ірина Дорофійчук, Белсад. Прадавав обсталявання районным ЖКГ і завышав кошты навіть у 13 разів. Суд Махилівської в облачі осудзів керівника предприємства «Белмашпроектенерго» Андрея Садыкова на 9 годів узміцненого режиму з конфіскація імайомащі. Сама суджена каже, що робив бізнес і віны не признає. Компанії, які вичеріждені, були мною, вони займалися производством насосного оборудовання, принесли бачу пользу країні і в результаті цієї пользи знизились енергозатрати на предприємствах, в тому числі життя комунального хозяйства. Садыков додає, ні водна угода обкуплі не була спречена у судовому парадку, а суд відмовився від технічної експертизи кошту поставленого обсталявання. Все, що защитник може в даному случае делать, ознакомиться з приговором і написати апелляційну жалобу. Разом з предприємальником закраты відправилися м'яких білых старшинів районних ЖКГ з усій Білорусі. Їх зняволять на терміны от 4,5 до 7 годів. Оборона настойвае, следство оказывало на підсунних тиск, як наприклад на колишній старшині ЖКГ Расонського району Александра Петровича. С 7 часов у нього відбивалось написання явки з повинной. Це незаконне, нарушення конституційних прав чоловіка. Зрешті, вирок я ще не вступив у силу і будзі обскаржений. Але здівляє, ті могли чиновнікі набиваць за такі завишені кошти. Нікаторых з цих хірунніков я ведаю особисто. А ось на ваше питання, ті махчыма такоє завишення? У рази, у жилєво-комунальній господарці махчыма усе. Паводля екстр-чині ЖКГ Шкловського району, у сферы закупу для комунальних предприємства панують сприяльні умови для корупції. Бо, не глезячи на наявність тендераў, гандаляваць з державными предприємствами можусь не ўсе, а мауляў, толькі тыя, кому дазволіна зверху. Поставкі обсталявання для предприємства жилёва-комунальній господаркі так само павінны адбавацца без наявності монополії на гандаль гэтым обсталяванням. Апроч абскарджування Андрей Садыкаў накераваў ліст на імя керавніка Беларусі. Паводля прадпримальніка працесу прац'яго пагражая ўсяму державна приватному партнёрству. Курс на які улады узялі ў 2015 годзе. Вітал Ціўчык, Белсад. Роўна 25 гадоў таму была прынятае першая констытуція Незалежной Беларусі. Её распрацавалі і затвердзіли депутаты Верховного Савету 12-го склікання. С таго часу галуны закон краіны не аднаразова зазнаваў ненайлепшая для грамадзяна ўзмены. А цяпер прац чверц тагоцзям прагучала ідея стварыць новую констытуцію. Тэму працягніе Галіна Абакунчык. Констытуція Республіки Беларусь – гарант державной незалежності і правового статусу краіны. 25 годзе галуны закону незалежной державы, як нагода спраудзіць ўвасабліні фундаментальна каштавнасіў ў жыцё. Наколькі эффективна констытуція краіны працюе тягам 25 годзеў. На гэтэ пытання адказываюць гармадзяне краіны на вулицах Менску. Ну, ест расхождене. Людям бы побоўше чувствуе, што законы именно охраняють их спокойствие, их комфорт. А иногда законы так перегибаются, что какой-то минус даже. У нас конституція не для народа, к сожалению. Конституцію надо придерживаться 94-го года. Ту самую, которая нам необходима, которая должна работать сейчас, но она не работает. Конституція 1994-го году ў сваім першасным выглядзе дзеяла толькі год. Уже ў 95-м Лукашэнка своим першым референдумам зменіў конституцію, а пазній ператварыў краіну президентску рэспубліку і забезпечуў махчымасць безтерміновага президентства. Зараз гэта конституція, она дзеўчай, абслуговая толька уладу. Она не з'являецца ні дэмократычной, ні беларускай, ні народной. І во сёння ідуць гаворкі пра новая папраўкі. Я склонен сьогодні, сьогодні склонен к тому, што конституцію, нову конституцію, нам придётся принімати. Політичны оппоненты Лукашэнкі традиційна не чыкают нічого добрага ад конституційных перотварынў. Лукашэнка, відаць, зразумеў першыню, што вось з тим обўўом улады, з тими полномостами ўже, відаць, не пройдзе. І тут треба нешто більш хітре пропонаваць, більш такое закамуфлюваное, нешто тое, што можа выкликать, ну, як минимум, дискусіў. Якая конституція патрэбна Беларусі? Передусім такая, якая выконваецца. Я лічу, што патрэба в змінах конституція назрела. І калі гаворіць ўже падрэхтовкі новой конституція, то мы повінны взять за выснову конституцію 94-го года, якая являецца легітымной і законной. Політыкі експерты ў галіне законотворчасті заяўляюць прастварэння конституційной комісіі, якая мусі стаць першым крокам до новой дэмократычной конституція Республікі Беларусь. Галіна Бакунчик, Белсад. Добрыў парадкаванні на шкоду. Капітальны рамонт дому нумар 12 на вуліце Талбухіна у Менску не толькі не развазяў старый халей, пранёс же харам новая праблэмы. Людзі незадаволінныі ні якостю выконанні працаў, ні проєктовымі рашэнямі, што оскарачаюць жилплошчу. Чаму, не глядзячы на скаргі, коммунальнікі не спешаюцца выправіць недасканалаці, даведвалася Татьяна Уласенка. Капітальны рамонт с порушэннямі ад шыноўнікі не спешаюцца да помахчы. Жыхары столичнага дому нумар 12 на вуліце Талбухіна ведаюць, што робіць ў такіх сітуаціях. Звертацца да нас. Ні обхода не было, не предупрэждалі, што у вас там планируюцца капремонт, либо іще што-то. Балкон разламалі, кромку балкону разламалі кувалдамі, падкалывалі кускі, швелір приваріли і палужыць сяшку, катору, наоборот, утяжыліт балкон. Тем самым балкон станет неукріплены, а наоборот ослаблены. А гэтак пачаўся першы сход жыхараў дому с працтаўніками жилёва коммунальны гаспадаркі першамайскага району. Яны замоў царамонту, уласнікаў кватэру запрасіли у теснае помешканні, дзе ўсім месцца не хапіла. Генеральны падрачык компанія Норэл, їхня размова журналістамі аказалася короткою. Задаваў! Что вы робіцца? Что вы робіцца? Чому так грубо обышліся с прэссою ведаю джыхары дому? Вы знаете, што на девятом этаже, на восьмом і ниже, живут пенсіонеры, которым ўже по восемьдесят і більше лет, вони ўже месяц не можуть выйти із квартиры, потому що не работает лифт. Без нашого ведома в наші квартиры проводят нові коммунікація, которых не було на сьогоднішній день. І що с неї? С зашивкой. Це буде, грубо кажа, по їх новому проекту, перенос стіны сантиметров на тридцать вперёд. То есть це буде не туалет, а собачія будка. Незадоволені ўласніки кватэру івонковым оформлінням будынку. Тарцовую частку дома, ў якой знаходзіцца лифтовая шахта, выклалі панорамным шклом, як ў офісных будынках. Паколь цягнецца рамонт, гэтае шкло лопалася ўже некалькі разов. Жыхары не пакояться, а што ж будзе тады, калі рабочая сыйдуць? Пад час нарады стала вядома, домова на капітальны рамонт не была подписаная с жыхарами дому. А згодна документу, работы мусіле завершыцца яшчы улютым. Самая болючая пытання для жыхароу-дому новая коммуникація, што скарачаюць площу житла. Вот этого вот стога канализационного ў нас не було. То есть, это новиночка, о которой мы, собственно, не знали. То есть, этим самым, во-первых, ну, как бы, это шум. Ой, ну, тут куча нюансів. І уменьшаюцца жилая площадь, о которой, как бы, мы не подозревали. Пад час сходу отказу мы так і не отрымали. Телефануем за муцу рамонту ўже кахэ першамайскаго району. Просто прокладываюцца дополнительна стоякі холодно-горячі до снабжэння і канализацій. По этому вопросу я вчера объясняла. Направлено в проектный институт письмо, што бы они разяснили о необхазімоціі выполнення данных фідах робот. Їм дополнительна буде сообщено письмэна. Інженер запэуніла, доповнага высвятлення ситуацій з новыми коммунікаціями, працы для їх усталявання у домі пакуль припынене. Люді ж просяць журналістів протягвать сачыць за сітуаціей. Растягвуюць і умацовуюць цягліцца матыры йогі разам з катамі. Раз на місяць з десяток особоў приходзіць на заняткі ў кашачыю кавярню ў Нью-Йорку. Удзельнікі гэткага експерименту адзначаюць, што узаймадзенні с пухнатамі сябрами лепш сапакойвае. А катам, яких узяли з прытылку, гэтата памагає вернуць довер людзей. Ми працюємо над умаціванням і розтягуванням тягліць у компанії найліпших кодок у світе. Я думаю, що котки вільми супакоюваюць і розневолююць. Я вільми лёгко розневолююся з котками. Живіли насупакоюваюць і саправды дапамагаюць паправіць психічне здароўе, як і йога. Што саправды добра ў кашычай кавярні? Тое, што і ана мае хатню атмосферу. Часто коткі ў прытылках сядзять ў клетках і не дачыняюцца з людьмі гэтак, як контактавалі б з імі дома.